Американский бейгл Генеральный спонсор показателей передачи Просто и вкусно торговая марка Президент Спонсор показа программы Просто и вкусно торговая марка Леада Норт Спонсор показа программы Просто и вкусно торговая марка Кормес Православный монах однажды очень точно подметил Ешь простую еду и ты сможешь все Дорогие друзья, здравствуйте На дворе сочельник, а у нас на программе Просто и вкусно Клирик Святой Георгиевской Церкви Отец Виталий Здравствуйте, очень приятно Отец Виталий, ну скажите пожалуйста, с чем вы к нам пришли Что мы сегодня будем готовить и почему именно это блюдо? В первую очередь пришел поздравить их с праздником А попутно мы можем приготовить блюдо Хотя для меня всегда это было таким Самым сложным шагом Потому что после Макаревича, который спел Что не стоит прогибаться под изменчивый мир Стал готовить на телевидении, я понял, что он таки прогнулся Но тем не менее мы сегодня приготовим Тем более, что кулинар я не кудышный А насколько вы не кудышный кулинар, мы это все вместе узнаем и очень скоро Итак, давайте, блюдо, название Мы будем готовить сегодня международное блюдо Так Это блюдо называется фалафель Так Оно близкое по составу продуктов, конечно, в первую очередь Ближневосточной кухни, арабской, еврейской Не знаю, почему не наследовали его мы Так Потому что все продукты, которые мы будем использовать, это продукты местные Но в том или ином, в общем-то, виде эти продукты используют наши родные сограждане А основной продукт, который будет использоваться, это что у нас? Основной продукт называется нагут Он имеет название бараний горох Его называют нут Ну что ж, давайте начнем приступать Давайте Значит, первое, что мы с вами должны сделать, наверное, чтобы не ждать время Мы нальем масло во фритюр и поставим его греться Так, наливаем мы сюда замечательного подсолнечного масла И с этого мы и начнем То есть вообще православное приготовление еды Оно совершается по образу Святой Троицы Ну человек же создан по образу Божию И, соответственно, все, что мы делаем, оно делается перед глазами Божьими Мы же сейчас с вами тоже перед ним Соответственно, как бы, начнем мы с молитвы Мы помолимся, чтобы наша еда была вкусной, красивой Вот Мы вспомним и о тех людях, кто сегодня, в общем-то, не имеет, что есть в мире Пусть их насытит Бог какой-то правдой своей Вот И мы с вами, так сказать, с самой простоты сердечной начнем приготовление еды Ну что, Господи, помоги нам Господи, помоги нам Так, ну что Вопрос Вот нут, нагут, либо бараний горох Вот он у нас, дорогие друзья Специально мы его в воду поставили на 6 часов Он уже у нас постоял 6 часов Он разбух немножечко Вопрос Мы его будем варить или будем использовать в таком виде? Мы его будем использовать сырым Сырым, так Мы его будем использовать сырым И мы его перемелим в блендере Вот в начальнике готовится колево Традиционно, или сочево Как раньше называли И принцип колево, это почему в церкви всегда оно приносится Это перемолотые зерна, или сложные вместе Вот это мы, как люди То есть нас много Вот мы одно зерно, и вот мы перемеливаемся И перед Богом А те цвета ли, мы весь используем? Я думаю, что мы используем не весь, мы используем четверть Так, я буду вот потихонечку доставить Высыпайте его смелее, смелее Так, а вы меня останавливайте Можно еще, можно еще Еще, так Ну давайте так, вот половину мы его Вот так вот И еще чуть-чуть Ну давайте Хорошо Ради тех, кто голоден Да, вот так вот Ради тех, кто голоден, накорми их, Господи Накорми их, Господи Какие прекрасные слова Зерно, которое каждое по отдельности, как человечек Вот перед Богом, оно еще станет одно целое Может, какие слова вы говорите Давайте Итак, внимание, мы включаем Давайте Теперь мы это должны высыпать в мисочку Теперь мы Что мы делаем дальше? Теперь мы приступаем к творческому процессу Мы будем обнажать человеческую сущность Так, я хочу показать, что с нами будет в Царстве и Божьем Дорогие друзья, внимание Вот Мы все станем едины И никаких противоречий Никаких противоречий То есть полное единство И идиллия Да А теперь мы с вами будем Так как это блюдо восточное Мы будем использовать горькие травы Чеснок И лук Чтобы Во всякой сладкой пище Мы все-таки помнили и о горечи человеческой жизни О том, что все-таки она несовершенна И о том, что мы можем поплакать Что на земле это совершенство невозможно В общем-то в этом смысл кулинарии В каком-то смысле Как и любого творчества Да, сделать что-то идеальное на земле Ничего же идеального невозможно А мы попробуем что-то сделать доброе Это в мисочку В какую побольше Давайте побольше Там мы будем все это вымешивать Отлично То есть в этом как бы принцип коллекционирования В этом принцип вообще Человеческих отношений Чтобы попробовать на земле Что-то сделать добрым и идеальным Что-то сделать вкусным и настоящим Это не страшно Пусть оно потом перемалывается со всем остальным Теперь мы горькими травами занимаемся Так, вам чеснок Мы занимаемся горькими травами Спасибо Вам чеснок, потому что каждый священник Он мироед Так, что такое мироед? Мироеда тот, кто заставляет трудиться Других А сам руководит процессом Ага, так директор, режиссер фактически Ну да Нас так называли в советском действительно мире Что мы мироеды На самом деле Не знаю, была в этом правда или не была Но У меня вопрос Отец Виталий Сколько нужно зубчиков чесноку И что с ними потом делать? Измельчать, не измельчать? Да, мы все будем измельчать Отлично Вообще на самом деле в этом-то и вся На мой взгляд радость вот этого блюда Что в нем нет строгих правил В нем есть вот такой порыв в твоего сердца Он как всякое восточное блюдо Чем больше специй, тем лучше Плюс полет фантазии Где-то можно использовать Замечательно Чем мы больше используем в этом блюде Специи Чем мы больше используем в этом блюде Острых всяких вкусовых сочетаний Тем это блюдо будет лучше, красивее И тем оно больше будет похоже на жизнь Почему так много перца? Зачем вот это всего острого? Ну В каких-то лечебных целях? Я не знаю Скорее всего Скорее всего восток Так Это место, где очень жарко Где проблема вообще собственно говоря С качественным хранением еды И воды наверное Ну и соответственно да И вот эти все травы И эти как бы горечи Они в общем в каком-то смысле Обезопасивали жизнь человека Они создавали для него витаминный состав Очень сложный То есть я думаю Что это некая такая Премудрость человека была Определить в тех условиях Что ему удобно к жизни Что ему правильно Вот То есть Скорее всего вот этим и славится восток Что там есть Определенная специфика кухни То есть это не дикари То есть дикари Это те, кто не имеют никаких своих традиций Вот и современные люди Неандертальцы, которые сидят за компьютером Ну что В молотилку Дорогие друзья Напоминаю Мы готовим прекрасное Замечательное постное блюдо Под названием фалафель Которое в Израиле Практически стало национальным блюдом Итак Все это мы отправляем Вместе Лук-чисток Вместе Мы отправляем в молотилку И вот прямо сейчас С Божьей помощью Мы вновь включаем Наш чудо-агрегат Давайте Ого-го-го Как положено Вот это я понимаю Да Чудеса кибернетики А лук хороший 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 Ядреный Да Ядреный Сейчас мы добавим сюда зелени И наше блюдо преобразится Прямо вот так Как я сюда добавляю Прямо давайте То есть вы понимаете Дорогие друзья Что Все, что у нас сегодня присутствует Измельчается Измельчается Все превращается в фарш Да Ну Разумеется На востоке Вместо петрушки Используется кинза Вот Там используются Травы Названия которых мы даже В принципе Вряд ли знаем Они нам ни о чем не скажут Но вот в данном случае Запускайте Как говорил Великий комбинатор Шура Запускайте берлагу Да Отец Виталий Вы так много говорите Красивых Нужных слов Я Я проникся Мы запускаем Вновь этот волшебный Чудо-аппарат Ой Лук Замечательный Вообще Наш молдавский лук Самый лук в мире Это правда Именно поэтому Мы едим польский Покупай его на базаре Да Дорогие друзья На дворе сочельник Очень скоро Начнутся Рождественские калятки Ну а на моих глазах Слезы очищения Потому как у нас в гостях Клирик Святой Георгиевской церкви Отец Виталий Ну что продолжаем Что мне с этим делать Ну С этим сейчас мы разберемся А вот со слезами Надо быть всегда внимательным Так Потому что Слезы это приобретенное Свойство человека Оно приобрелось И случилось тогда Когда человек Был изгнан из рая Вот в раю человек не плакал А его глаза изменились И стали плакать И соответственно Мы ждем Вот этого Рождества Потому что Родится тот Кто все наши слезы утрет Раз и навсегда Вот это правильно Так что сейчас мы перемешаем Это все Добавив сюда Семена Кунжута Мы просто Рассыпаем Он создаст нам И красоту И вкус И вообще говорят Что кунжут Богат минералами Которые нужны Для сердечной деятельности А сердечная деятельность Во время молитвы Это первое дело Так что Перемешиваем С божьей помощью Мы перемешиваем все это Вместе с кунжутом Вместе с нагутом С нутом С баранним горохом Уж как угодно Не назовите Все равно получится вкусно Уверяю вас И теперь мы добавляем Важнейший ингредиент Да Назовем это так Да Это удивительное вещество Которое наши В общем-то предки знали Во всяком случае Мой отец говорит Что В молдавской деревне Хлеб делали только из булгура Булгур Это проросшая пшеница Так И это удивительная находка Тоже наших предков Потому что проросшее зерно Вот почему пиво делают Из проросшего зерна Да Виски делают Из проросшего солода Потому что зерно прорастая Совершает великое чудо Из крахмала В нем появляется сахар И оно становится Дважды полезнее Оно сохраняет кучу Своих нужных веществ Оно в отличие от белой муки Которая практически не полезна Сохраняет все Что в нем есть Это смесь Булгура В которую добавлено Огромное количество специй Я все время покупаю это В Израиле Специальная смесь для фалафеля Сюда идет зира Куркума Сюда идет тмин Сюда идет Куча каких-то Перцы идут сюда Черный перец Красный перец Кардамон точно идет Белый перец То есть это дело фантазии Более того булгур Как говорили немногие арабы Можно заменять Кускусом Крупой Но вот эта смесь Самая невероятно вкусная Булгур Со смесью Разных Замечательных специй Это специфическая Такая арабская смесь Да Получается она Набор Набор разных Свою жизнь рассказывал Что булгур Употреблялся в хозяйстве Постоянно Мы это вновь перевешиваем Все вместе И вот тут у фалафеля Появляется его настоящий запах Вот он Но на самом деле Запах это тоже Очень важное Свойство Которое человек Не просто так От Бога получил У нас например В церкви существует Еще и жертва Запаха То есть ладан Что такое жертва Ладан Ладан это дорогое Вещество Которое человек делает И жертвует его Как бы вот ради Бога Ради красоты Не только там слова А ради красоты запаха Ради красоты Мира В котором он живет И вот блюдо Обязательно должно быть вкусным Красивым И ароматным То есть это вот Это наше богоподобие Которое выражается во всем Это наше ощущение Бога Мира Это наше чувство правды В конце концов Потому что Человек который не любит красоту Это просто больной человек Правильно? Согласен Совершенно верно Отец Виталий Отметим это для тех Кто пачкает наши лифты Подъезды Есть на улицах семечки И даже полицию Я наблюдал за поеданием семечек В городе Кишиневе Ну не без этого Не без этого Но вот те люди Которые не любят красоты Которые рисуют на стенах Которые ведут себя Вот таким образом Они свидетельствуют Не о том Что мы плохое общество А о том Что у них в сердце Какая-то беда Приходите лечиться К нам в церковь Мы всех исцелим Добрым словом Вкусным фалафелем И расскажем о том Вообще В чем образ человеческий На самом деле В чем его красота В Турции я тоже ел Если честно Ел это блюдо Но я не знал Как оно называется Фалафель Вот я сейчас Вот сейчас по запаху Я понял Что я ем именно то То блюдо Вот единственное Что мы сегодня Ниноточка нарушим рецепт Так По идее Когда мы насыпаем булгур Так как он сухой Так Эта смесь должна на холоде Или в холодильнике Или просто на холоде Постоять несколько часов Чтобы булгур тоже напитался Набух Набрал в себя Все вкусовые качества Вы заметите Что все продукты Которые мы используем Они сырые Мы пытаемся не потерять Никакой ткани жизни Которая в этой еде существует То есть напрямая связь Фактически Совершенно верно Ну пришло время Это посолить Поперчить Я думаю что Хорош Давайте поперчим И поперчить Мы можем добавить сюда Немножечко Вот такого прекрасного Я так чуть-чуть его постругаю Капелюшечку Здесь фантазия позволит нам Что угодно Немножечко Красного перчика Вот так Мелко-мелко-мелко Видите как я это делаю Вот так Замечательно Вы меня остановите Ну по вкусу Я острое люблю Отлично Перчик это Я тоже Как ругань в языке Если ее чуть-чуть Она сдабривает историю А если ей пользуются Вместо еды То это То это катастрофа Достаточно Достаточно Помните как в служебном романе Зелени достаточно Да Дабы не испортить Нашу историю Да Так И последний штрих Который нам остался Чтобы это все дело Немножечко склеилось И было чуточку Посуше Хотя у нас и так Значит сухое Мы сюда должны Ложечку муки Ложечка муки Вот у нас мука есть Давайте Давайте посыпем Чуть-чуть мукой Да Рассыпаем Можно таких ложечек Может я думаю Две-три смело Давайте Я не против Под вашим Чутким руководством Конечно Отлично И под Божьим Присмотром И с Божьей помощью Конечно Потому что сегодня Сегодня рождественская Красота Рождается Христос И в этом тоже Некая вот Тайна вечная Что как-то Бог становится Маленьким ребенком Значит он нам доверяет Доверяет Значит Если он нам доверяет Себя Неужели у нас Не получится Фалафель Знал бы он Кому себя доверять Прости господи Ну В этом какая-то Тоже его тайна Потому что Он даже нам Таким паршивым Себя доверил А удастся ли нам Когда-нибудь Узнать Эту тайну Конечно Конечно Мы же не рассчитываем С вами жить вечно Мы обязательно умрем А как хочется Так это и будет Человек обречен На вечность Но этот Жизнь Это приговор Это вот как передача Мы с вами в школе Вот как мы делаем блюдо Так и наша жизнь Мы ее делаем Мы образуемся постоянно Откуда образование происходит Да вот мы Наша задача Пройти эту школу И воспитаться А уж экзамены Сдадим потом Я однажды услышал Замечательную фразу Которая говорилась Вот о чем Уж если мы Обречены Есть То будем То будем Это делать Хорошо И со вкусом Но по-христиански Я бы перефразировал По-христиански Правильно было бы сказать Так Если мы обречены Есть Так То мы должны быть Очень внимательны К тому Кто мы такие И что мы едим Для начала Мне надо понять Кто я А во-вторых Что я ем Еда В христианском мире Это то с чего Начался мир И то чем он закончится Едою человек Загрешил Так Это было первое Непослушание еда И едой Себя искупит И еда И последнее Что мы увидим От Бога Он говорит Доешьте И пьете Во царстве моем Вовеки То есть царствие Божие Это пир Это бесконечный пир Где мы все будем За столами И будем наслаждаться Так вот Чему стремились Древние римляне Но у них не получилось Они не знали главное Да Но я думаю Что интуитивно Они понимали Что торжество жизни В еде Каким-то образом заключено Ну да Еда это действительно Человек есть то Что он ест Это Ницше сказал Правда А я бы Великий праздник Рождества Христова Объявил днем Без интернета Для того Чтобы люди вспомнили Кто они такие На самом деле Каков наш путь Для чего мы созданы На этой земле Потому что Все главное Исходит отсюда Из души Из сердца А потом уже Все остальное Генеральный спонсор Показа телепередачи Просто и вкусно Торговая марка Президент Спонсор показа программы Просто и вкусно Торговая марка Ляда Норт Спонсор показа программы Просто и вкусно Торговая марка Кармес Ну а прямо сейчас Мы узнаем Как приготовить Митлоуф Об этом нам расскажет Наш кулинарный гид Своей постоянной рубрики Мастер-класс От Ольги Букс Здравствуйте Сегодня я покажу Как готовить Традиционный Митлоуф С простым пюре Для этого нам понадобится 700 грамм Смешанного фарша Кармес Свиного и говяжьего Где-то 150 грамм Пастромы 150 грамм сыра Два яйца Одна луковица Хлеб И разные приправы Также мы будем делать Сегодня домашний кетчуп Для того, чтобы смазать Этот метлоуф Из томат-пасты И перца Острого и сладкого Ну а теперь приступаем К приготовлению этого блюда Для начала нам нужно будет Приготовить пюре Нарезаем картошку Мелкими кубиками Накрываем крышку И переходим к приготовлению Непосредственного метлоуфа Для этого нам нужно Много хлебных крошек Возьмем кусочек хлеба И просто измельчим его в блендере У нас получились Отличные хлебные крошки Мы их пересыпаем В большую миску Для того, чтобы потом замесить Из этого хороший фарш Пока я буду это мешать Можно измельчить луковицу Теперь мы добавляем Два яйца Немного соли Перец Теперь это все надо замесить Хлебные крошки Придают очень нежную текстуру Этому мясу Мы сейчас еще сделаем для него начинку Из сыра и пастромы Есть еще один секрет В приготовлении фарша Его надо отбить Тогда он насыщается кислородом И тоже получается очень нежным И воздушным Фарш готов Мы начинаем готовить нашу начинку Нарезаем мелко сыр Тоненькими полосочками И такой же соломочкой Нарезаем пастрому Берем мокрое полотенце Выстилаем его на стол На него выкладываем наш фарш Так И теперь руками формируем Вот эту подушку Так, мы выкладываем сыр Пастрому Теперь аккуратно начинаем сворачивать этот рулет Вот так Сверху мы его еще будем смазывать Нашим специальным кетчупом Который мы сделаем из томат-пасты И различных специй Так, мы настаём противень Вот так вот мы его Просто, получается, перекатываем Потому что без помощи полотенца Это сделать практически невозможно Теперь мы начнём делать Наш кетчуп Для этого нам понадобится Три столовые ложки томатной пасты Ляда Так Раз Два Три Так, немножечко сахара мы добавляем Совсем чуть-чуть Буквально щепотку Обязательно солим И добавляем немножечко острого и сладкого красного перца То есть буквально вот такую вот маленькую ложечку Ложечку острого и ложечку сладкого Так Немножечко майонеза не повредит для нашего соуса Всё, теперь соус практически идеален И нам осталось только смазать этим соусом наш метлов Смазываем мы это всё для того, чтобы мясо при запекании не стало сухим А всё-таки сохранило свои соки И было сочным и вкусным Наш улет готов Теперь осталось только помыть руки И отправить его в духовку Минут на 40 При температуре 180 градусов Теперь мы достанем картошку и переложим её в блендер Всё, картошечку мы достали Теперь сюда надо добавить обязательно немножечко сливочного масла Для того, чтобы картошка была более нежной Насыщенной И чтобы это получился не просто пюре А можно сказать, картофельный крем Кстати, масло можно даже не жалеть Ещё немного солим Так Теперь закрываем крышку И отправляем наш блендер на своё место Достаем наш метлов из духовки Вот он какой получился Теперь надо его порезать Выложить его на тарелку Добавить пюре И украсить зеленью Блюдо из метлов готово Можете кушать и наслаждаться Приятного аппетита И до встречи на следующей передаче Ну а для тех, кто любит готовить быстро и вкусно Я рекомендую приобрести вот этот замечательный журнал С одномённым названием нашей программы Что нужно сделать? Приобрести журнал Открыть его Увидеть и приготовить вкусную пищу Которая порадует не только вас Но ваших родных, близких и друзей Для тех, кто любит готовить просто и вкусно Ну а сейчас, что мы делаем? Теперь мы приступаем к самому важному этапу Мы будем катать с вами шарики И закатывать их прямо в вкусную вечность Так, давай Мы можем чуть-чуть Сдобрить руки мукою Так Прямо вот так вот мы берём фалафель И катаем из него вот такой славный шарик Вот у нас в результате что получается Его можно чуть-чуть обдать мукой Самую малостью Вот такие шарики нам с вами нужно приготовить Отлично Ну приступаем к шарикам Катаем шарики Что мы можем пожелать зрителям, пока мы катаем шарики? Так Чтобы руки наши, которые мы используем Для того, чтобы сейчас приготовить вкусную еду Всегда были направлены на добро Чтобы ноги, на которых мы стоим Вели нас тоже к добру Чтобы мысли, которые мы в момент приготовления еды В голове своей храним Также вели нас к счастью, к добру Дорогие друзья Вы теперь видите Что у отца Виталия всё получается очень чётко, быстро У меня ещё не шарик не получился Я понял почему Потому что, к сожалению, редко бываю в церкви Ещё одна попытка Откуда, видимо, и происходит выражение победный шар Да Я вот так сделал Я обхитрю А, хорошо Вот так вот Так как блюдо из еврейской кухни Можно поступить по-еврейски Итак Ну Скажем так, вот шарик у меня получился Замечательно Типа, да, вот как бы так Нормально Вот так Теперь нам нужно выложить, приготовить следующее блюдо Куда мы будем принимать готовые шарики Выложить его салфеточкой Чтобы она промакивала лишнее масло Которое нам совершенно не хочется зря кушать Тогда я этим займусь сейчас, хорошо? Давайте Вот мы с вами первая порция у нас готова О, получился Вот, идеально получился Вот смотрите, этот шарик Этот шарик, я бы сказал, уже православный Вот что вера истинная творит Видите? Даже не вера, а покаяние Покаяние Покаялся перед людьми, что пойду в храм Лично покаялся И сразу все получилось И исцелилась душа моя Ну, а я выкладываю Как вы говорили, да? Причем шар же фигура у нас уникальная Он же равносимметричен во всех отношениях Так Соответственно, это почти что Почти что как бы жизнь человека Которая должна быть равносимметрична Чтобы в центре симметрии был Бог От него отталкиваясь Можно, так сказать, только так увидеть красоту Все, что не растет на земле Божьей Все, что не посажено с Богом Оно сорняк И в этом мире не имеет жизни Вы знаете, эти цветалии В народе говорят Что если не согрешишь, не покаешься Не покаешься, не будешь прощен Врут Врут Народ вообще часто врет, к сожалению Часто по небежеству Часто по глупости Иногда по заблуждению Иногда по простоте святой В данном случае Покаяние не зависит от того Согрешим или не согрешим Покаяние зависит от того Насколько человек вошел в состояние человека Насколько он стал человеком Если он стал человеком Он всегда видит свои дефекты Надо быть сумасшедшим Чтобы не видеть себя больным Потому что я могу испытывать Высочайшее наслаждение Слушая оперу Любую Или слушая стихотворение Считая книгу И тут мне наступают на ногу И все И я понимаю, что Мое сердце ненавидит Стреляет и убивает И ты начинаешь говорить Непонятным никому языком Эзопа Язык эзопа Эзопа Простите откуда Дорогие друзья Ну что ж У нас все готово Мы начинаем Итак Все происходит очень быстро Можно я это сделаю Вот я буду кидать Можно? По-моему оно не закипело? Не, не, закипело Оно не закипело Они будут тогда у нас невзрачненькие Не, не, нормально Сейчас оно кипит уже Хорошо Отлично Давайте Отлично Можно дать чуть-чуть температурку побольше Да, давайте Чуть-чуть поболее Вот так вот Ооо Процесс пошел Процесс пошел Можно закидывать, да? Конечно Вот так легко и просто Мы сейчас станем свидетелями Прекрасного, замечательного Чуда Приготовления Вот этих вот шариков Принявших А мы пока нарежем лимон Лимон А лимон нам для чего? А мы сбрызнем фалафель Чтобы он еще пикантнее прозвучал Вот сейчас наши шарики Начинают обретать Свою красивую форму Цвет И вкус Нам буквально нужно Несколько минут Не более двух-трех минут Это предельное Время их Приготовления Лимон нам как нарезать? Для того, чтобы сбрызнуть? Да, пополам, наверное, просто Вот так Я сделал вот так вот Мы же начали с того, что Чем проще Тем честнее Ну так и наша программа называется Просто и вкусно Да Были бы мы, конечно, барменами Мы бы лимон нарезали Множеством долек Вот так Мы сделаем это вот так вот Красиво Замечательно Вот Чтобы можно было взять Лимончик с двух сторон Пальчиками так И надавить на него Совершенно верно Совершенно верно Так, лимон у нас практически готов Так, ну и у нас практически Осталось несколько нам секунд И мы увидим Настоящий здоровый Красивый фалафель Пока что Мы нарезаем лимон И начинаем готовить питу Вот салфеточка Главное в этом блюде Это как бы Сама Эстетика вот этого процесса В любом магазине Нашей маленькой Ной гордой державы Вот это замечательные клепцы Под названием пита Сейчас вы увидите Как они будут использоваться Вместе с этими Замечательными шариками Внутри они пустые И не знаю сколько прав Доходит легенда Рассказываю всем предпринимателям Как, так сказать Не попасть в руки Налоговой инспекции Вообще в Израиле Когда готовят питу Просто раньше срезали Сколько я всегда помню Верхушечку И набивали питу Всем чем положено Но в силу того Что эти верхушечки Потом выкинутые Можно посчитать Хитрые предприниматели Стали надрезать Питу Делая некий кармашек Чтобы никаких Отходов производства И верхушечка Оставалась на месте Совершенно верно Остатков нет Посчитать Прошу вас это сделать Сколько вы сегодня Продали пит Ни одной Горчицы и томатной пасты Чуть-чуть Ага И мы сдобрим эту красоту Ох, у нас здесь Столько перца Столько всего Да А наша молдавская горчичка Она же самая горчичка В мире Это правда Итак, друзья Добавляем горчицы Лиана Норд Хватит горчички Я не знаю Насколько она острая Она очень острая Она классная Она настоящая Тогда вот туда Ее как раз Хорошенечко по стенкам Размазать Как в Советском Союзе Ах А тут у нас просто красота Я бы сказал, что Вот это и есть та красота Которая должна победить мир Так Потому что это добрая красота Я думаю Спасти мир Ну Спасти мир Спас его Христос Уже без нас И без красоты Хотя Одно из имен Божьих красота Поэтому В каком-то Хотел блеснуть Своими познаниями Ну У меня фалафель практически готов Отлично Он получился очень красивым Живым Я помогу Давайте мы Еще ему дадим Чуть-чуть Я думаю Питы готовы, да? Нет Я хочу добавить еще Обязательно 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 Томат пасты Томат пасты Леодонорт Она как настоящие помидоры Только очень концентрированные А нам это и нужно Отлично Отлично Говоря Вот так Ну вот так где-то так Ее смело может Да Отлично Томатом Фалафель не испортить Да От этой томат пасты Друзья Изжоги не будет Так что не волнуйтесь Тем более что Томатом фалафель Не испортить Это крылатое выражение От отца Виталия Которое я возьму на вооружение Можно? Конечно Спасибо Ну что ж И теперь пришло время Доставать наш прекрасный Фалафель Давайте Давайте Будете ассистировать Давайте Берем тарелочку И вот что мы получили Как результат У нас получился Красота Очень красивый Золотистый Фалафель Он очень красив Ну а насколько он вкусен Сейчас мы с вами Убедимся Пробуя его И ощущая Всю красоту Лично у меня Сейчас представится Возможность Сравнить По вкусу То что я ел в Турции И сейчас буду кушать Так Теперь мы можем Выключить Эту чадящую Шайтан машину Вот там вот Есть такая кнопочка Вон у нас На кнопочке О Все Замечательно Итак Фалафель у нас На тарелочке Да Фалафель у нас готов Практически Пита у нас приготовлена Теперь сбрызгиваем его Лимоном Сейчас Мы можем сбрызгнуть Либо фалафель Либо внутренность булок Но скорее всего Мы сбрызнем фалафель Наверное фалафель Да Здесь будет очень удобно Давайте И мы произведем Вот так Вот такую вот А я помогу Давайте Вот так Очень удобно Двумя пальчиками Вот Четвертиночку лимончика Выжимаем Ни экономи Совершенно верно Вот так вот Это вкуса не испортит Будем создавать Питу номер один И это делается элементарно Мы просто Бросаем фалафелины И плотненько их Трамбуем Вот у нас получится Как раз Такой рождественский подарок На три булочки Места у нас остается Здесь достаточно Можно В идеале Накидать сюда Зелень Можно Накидать сюда Салаты Можно сюда бросить Картошку фри Что делают собственно говоря На всех фалафельных И в Израиле И в арабских странах И вы получаете Быстрое И очень вкусное блюдо То есть фактически Это соевый кебаб Совершенно верно Причем по вкусу Меня поразил он Именно тем Что он Неотличим от мяса Вот для меня Вкус фалафеля Неотличим от вкуса мяса Ну и теперь Так сказать А давайте еще одну Сделаем Чтобы мы могли вместе Сделаем еще одну Сейчас я уже как Дока практически Я уже знаю Что вот эти Верхние шапочки Нельзя Накидывать Иначе нас посчитают Сразу мгновенно Налоговые службы Налоговые службы С ними шутить не надо Тем более Декларации Положено сдать До 31 числа Да Мы их очень уважаем Мы их очень любим Кто в прошлом году Декларации не сдал Должен сдать в этом году В данном размере Вот Ну а когда сдался декларация Читался Вы знаете Что нужно делать И где начать Собственно говоря Можно пожелать Чтобы люди в этом году Заработали много денег Чтобы было им Сытно и вкусно Чтобы год был добрым Да Чтобы Какое-то утешение В жизни каждый получил Горчичка Да Горчичка замечательна Все очень Легко и просто Ну Раскрывайте Закрома Так Питы Вот так Раз пита Два пита Прессуйте прямо туда Как следует Мы ее тоже С добрым зеленью Все что у нас есть То есть сюда можно кидать Практически все что у вас есть И лимон Мы забыли лимон Ну мы побрызгали Брызгайте еще Конечно А да Ну что я еще Вот Вот так Мы практически готовы К поеданию Фалафелевые питы Давайте Ну вот Дорогие друзья Что хочется пожелать Вот этот ответственный Волнующий момент Очень красиво Об этом сказал уже Отец Виталий Чтобы у всех На селе была Полная чаша Чтобы ваши Помыслы были чистые Иными словами Твори добро На всей земле И будет вам счастье А я бы еще добавил Замечательный Французский анекдот Который рассказал мне Замечательный Католический священник Франция К сожалению Одна из самых Безбожных стран Потому что она Мать всех революций И на вопрос В детском садике Обращенный к мальчику Молится ли он Придой Мальчик сказал Нет мама Хорошо готовит Вот я надеюсь Что мы С вами И перекрестимся И помолимся И даст Бог Не умрем От моей стрипни С огромным удовольствием Перед тем Как мы приступим Крест Животворящий Он же и очищает И помогает Со вкусом Да Спасибо С Богом С Богом Действительно По вкусу Как Мясо Фактически Да И в этом Невероятная красота А острость И пикантность Она Настолько затмевает Все Что ты Чувствуешь себя Через 2 секунды Как змей Горыныч Не ну не так Она уже засла Ну мы просто Сами так для себя Это подстроили Но мы же можем Устроить и фейерверк Генеральный спонсор Показа телепередачи Просто и вкусно Торговая марка Президент Особая благодарность Шоуруму Кюхен Ленд За помощь в организации Съемок Программы Просто и вкусно На канале РТР Молдова А я благодарю Весь опыт Еврейской Арабской И всех вообще Достойных кухонь мира Благодаря которым Мы можем радоваться И благодаря чему В общем-то Весь этот Кюхен Ленд Нам и нужен Мир кухни Он Вот он для чего Тем более Что еда Приготовленная на кухне Кюхен Ленд В два раза вкуснее Я бы сказал Что в два с половиной Не будем спорить Не будем спорить Дорогие друзья Мы ждем вас Ровно через неделю На канале РТР Молдова Программе Просто и вкусно До новых встреч С праздником С праздником С наступающим Рождеством Христовым Американский бейгл Французский круассан Русский бородинский Итальянская чайбата Кавказский лаваш Прованский багет Хлеб бывает таким разным Но президент у него один Президент Масло для тех Кто разбирается в жизни Редактор субтитров А.Семкин